Привет всем свеженьким принцессам и принцам! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про корейскую косметику, конкретно про голубой крем, кому он нужен и почему, и вообще про разные интересные корейские разработки, новенькие, такие, знаете, свеженькие. В сегодняшнем видео я вам расскажу про бренд, который называется Neagen, и почему на него стоит обратить внимание, если вы ходите на шоппинг на сайт StyleKaren. Я думаю, что многие из вас знакомы с сайтом StyleKaren, это мой любимый сайт корейской косметики, он огромный, у них самые последние новинки, у них гигантский просто ассортимент, и если вы ищете что-то от какого-то корейского бренда, то, скорее всего, на StyleKaren вы это найдете, потому что, если вы заходите внутрь какого-то бренда на этом сайте, то у них обычно есть прям полный ассортимент, а не просто парочка каких-то средств. И что еще классно, что у них сайт полностью русифицированный, что тоже, конечно, важно, а еще у них быстрая доставка в Россию. В общем, у StyleKaren есть несколько брендов, которые, знаете, вот прям самые любимые, так широко представлены на этом сайте, и один из таких брендов это Neogen. Я думаю, что многие из вас прекрасно знают этот бренд, потому что мы с вами про него говорим уже в течение нескольких лет. Конкретно я вам рассказывала про их пэды для пилинга. Мне кажется, что после этих пэдов очень многие компании корейские и не корейские решили делать подобные средства. Также у них замечательные, просто легендарные во всем мире, и реально легендарные во всем мире, пенки для умывания. Помните, там есть пенка с черникой, с зеленым чаем, с овсянкой, и чем они хороши, что они пенятся, что они, ну, то есть пузырьками прям выходят, что они очень комфортные и классные для кожи, а еще, что в них внизу вот эта овсяночка, там зеленый чай или черничка находится, то есть и весело, и хорошо, и полезно для кожи. А еще у них была супер классная, и до сих пор продается, супер классная тушь, которая похожа на шуруп, то есть она с металлической щеточкой. И мы с вами когда-то, пару лет назад, на нее делали обзор, и тушь была реально классная, но как бы очень странная. В общем, бренд этот, на самом деле, принадлежит компании, которая называется Outen Futures, и эта компания больше 20 лет занимается разработками в сфере дерматологии. Казалось бы, какая разница, кому этот бренд принадлежит, лишь бы он был хороший и действенный. Но на самом деле, разница здесь некоторая есть. Если вы смотрели мое видео про гид по корейской косметике, то, скорее всего, вы запомнили из того видео, что в Корее очень большое количество косметических брендов. И понятное дело, что сейчас вообще во всем мире очень большое количество косметических брендов, и не все бренды имеют свои собственные производственные мощности. То есть не только они не имеют своих собственных производств, они очень часто еще не имеют своих собственных научных лабораторий, своих каких-то патентов. То есть все разработки делаются для них другими компаниями, плюс производство тоже делается другими компаниями. И вот эта компания Outen Futures, это очень большая, очень большая корейская компания, у которой своя собственная лаборатория, у которой свое собственное производство, и кроме того, у них еще огромное количество разных патентов и запатентованных технологий, и они как раз делают косметику для других корейских брендов, и у них есть свой собственный бренд, который и называется Niagen, то есть это ну как бы, знаете, это повышает лично мое доверие к бренду, это абсолютно не значит, что я там не доверяю брендам, которые находятся на контрактном производстве, ничего, ничего я такого не говорю про это, но те бренды, которые производятся вот огромные компании, у которых есть свои собственные лаборатории, разработки, технологии, патенты, и свое производство, это, конечно, знаете, гарантия качества, что ли, гарантия прозрачности, потому что понятно, что компания, которая занимается этим, она в свой собственный бренд будет вкладывать все самое лучшее. На самом деле, Niagen, это как бы не один бренд, и у него есть несколько подбрендов, по крайней мере, тот, про который мы сегодня поговорим, называется Sur Medic Plus, вот он здесь у меня в сумочке, несколько средств от этого бренда, и это бренд весь голубого цвета. Вы можете сейчас испугаться, типа Оля, какой голубой крем? Почему он голубой? Это значит, что в нем какие-то синтетические красители, но нет, это не значит, что в нем синтетические красители, и в этом одна из самых таких, знаете, самых интересных вещей всей этой линейки, всего вот этого вот подбренда. Это линейка, которая с гвай-азуленом. Что такое гвай-азулен? Давайте сначала разберемся, что такое азулен. Гвай-азулен это Это производная такого вещества, которое называется азулен. И азулен, в свою очередь, был открыт еще в 15 веке. Это ароматическое вещество. Вообще, по-испански азул означает синий. И, соответственно, вещество азулен, оно имеет ярко-ярко-синий цвет. Поэтому те средства косметические, в которых есть этот компонент, они, как правило, тоже имеют либо голубой, либо синий цвет. Азулен добывается из некоторых видов кораллов. Также из ромашки, полыни и некоторых других видов растений. Гвай азулен, это его производная, это кристаллический углеводород. Основная функция гвай азулена, это успокаивание кожи. Также это противомикробный эффект, снятие раздражений и покраснений. И сегодня я вам хочу как раз рассказать про вот эту линейку с гвай азуленом от Сюр Медик Плюс. Линейка очень интересная, и на самом деле я с таким еще не сталкивалась. То есть я предполагаю, что во многих средствах косметических, которые я когда-либо использовала, ну, может, не во многих, но в некоторых, этот ингредиент встречался. Но, тем не менее, чтобы вот вся линейка была построена именно на этом ингредиенте, такое со мной впервые. Видите, я даже сегодня ее оделась в голубом цвете, чтобы как-то соответствовать такому интересному и романтическому даже в каком-то смысле названию. Типа синий, как красиво звучит. Что в этой линейке? На что стоит обратить внимание? Во-первых, это пенка для умывания. Ну, пенка и пенка, скажете вы, что в ней такого интересного? Интересное в ней то, что, конечно же, здесь в составе тот самый гвай азулен. Кроме того, у нее еще комфортный пиаж для кожи, то есть это 5,5, естественно. И она сама по себе тоже голубого цвета. Ну, как бы такого. Голубого очень, очень приближенно голубого, потому что больше она все-таки прозрачная. У этой пенки такая тягучая текстура, то есть она очень плотненькая. Она не похожа на обычные пенки для умывания. И она не то, чтобы очень сильно пенится. То есть она такая, знаете, вот вы наносите, вот чувствуете, она такая прям плотненькая, прям такая хорошенькая. В составе здесь тот самый гвай азулен, конечно же, и керамиды, и гиалуроновая кислота. Пенка супер нежная, она супер мягкая, она вообще не сушит кожу и помогает восстановить ваш естественный кожный барьер. Пенка понравилась, но предупреждаю, что если вы любите прям мега какие-то пенящиеся пенки, то обратите внимание на пенки от Niagen, которые вот эти вот все с пузыриками, с классными. Следующее средство тоже из этой линейки это тонеры. Это тонер с пузырьками. Я это просто обожаю. Я обожаю такую форму тонеров, и на самом деле я такое встречала до этого только один раз. Смотрите, что здесь происходит. Вы вот так вот выдавливаете, и у вас пенка. Тонер в форме пенки. На самом деле вы можете сказать, что за бред вообще тонер в форме пенки, какая разница в форме чего там тонер, но здесь эта пенка способствует тому, что лучше просто средство само по себе впитывается в кожу, и кроме того, из-за этой пенки, как я понимаю, здесь прям какой-то охлаждающий эффект. Очень классный формат, и я обычно, конечно, всегда тонеры вот в таком формате, любые другие тонеры, вы знаете, я наношу ватным диском на лицо, но вы можете делать в данном случае это руками, как, в общем-то, тоже всегда в корейской косметике и рекомендуется. Что здесь в составе? Масло чайного дерева, гвай, азулен, также центелла, коламин, пантенол и керамида. Это успокаивающий тонер, который снимает прекрасное раздражение на коже, и после умывания, собственно, кожу успокаивает. Почему я сказала, что я вообще в восторге от тонеров, и что все это значит? Дело в том, что в последнее время я вообще обожаю пользоваться именно тонерами. Мне кажется, это, знаете, одно из моих самых любимых сейчас средств по уходу за лицом. Это немного странно, но где-то, наверное, года три назад, когда я стала ими активно пользоваться, я поняла, что есть очень большая разница между уходом без тонера и уходом с тонером. Дело в том, что когда вы после умывания наносите тонер, вы, во-первых, кожу дополнительно увлажняете, вы восстанавливаете ее pH, и, кроме того, после тонера всегда лучше впитываются дальнейшие средства по уходу. Если вы не пользуетесь тонером, советую вам попробовать, и я думаю, что вы там с первого раза, или, по крайней мере, через неделю использования, вы поймете, что с тонером реально намного лучше, чем без него. У меня сейчас в ванной стоит где-то штук шесть тонеров. Они у меня просто улетают, просто мгновенно, потому что я постоянно ими пользуюсь. Я их просто обожаю, и вот этот мне безумно понравился, просто потому что и интересно, и классно, и, кроме того, этот охлаждающий эффект и успокаивающий эффект, и после него кожа прям такая увлажненная, и все дальнейшие средства отлично впитываются. Следующее средство, как раз по поводу впитывания, для чего оно нужно, это вот такая вот капсула с авзуленом и пептидами. Это ампульное средство, которое нужно применять после тонера. Вообще, все ампульные средства, все сыворотки, это то, что дает вам максимальное количество полезных ингредиентов. То есть, если где-то в какой-то линейке, ну, допустим, главный действующий ингредиент, там, центеллы или гваязулен, обычно самая большая концентрация находится именно в сыворотках и других ампульных средствах. Здесь еще такие забавные какие-то пузыри внутри, но они сразу растворяются, поэтому не будем про них долго. И в составе здесь пептиды, керамиды, центелла и, конечно же, тот самый гваязулен, о котором мы все время с вами сегодня говорим. У этой ампулы, у нее немножко такое, знаете, ощущение липковатое. Мне, честно говоря, это не очень нравится вообще в ампульных средствах и во всех сыворотках, но это суперстандартная ситуация, потому что я даже не знаю, есть ли какие-то сыворотки и ампульные средства, которые не имеют вот этой слегка липкой текстуры. Но, во-первых, она реально успокаивает кожу, то есть она очень приятная. Она сохраняет ее увлажненность и, как-то, знаете, вот кожа сразу такая более упругая становится. Ну, в принципе, это действие всей этой линейки, то есть она еще повышающая упругость кожи и выравнивающая общий тон лица. И когда вы после того, как нанесли ампулу, наносите сверху крем, вот это ощущение небольшой липкости, оно полностью пропадает. Я не знаю, как это вместе так работает, но, видимо, вот как-то, как-то крем это убирает липкое ощущение, поэтому все в порядке, она не скатывается. Вы можете это применять как утренний уход, то есть не нужно бояться, что она там будет у вас скатываться, и вы не сможете нормально нанести тональное средство. Такого здесь не будет. Отличная ампула, которая реально, ну, такая, знаете, вот как из просто базового ежедневного ухода. В принципе, вся вот эта линейка с гвай-азуленом, поскольку она успокаивающая, она предназначена просто для базового ежедневного ухода. И последнее средство из этой линейки, это тот самый голубой крем. Вот, конечно же, надо еще раз упомянуть, что это не синтетический краситель. Это именно супер натуральное средство растительного происхождения, тот самый гвай-азулен, производная азулена, и не надо бояться, что здесь добавлены какие-то жесткие синтетические красители. Но это крем прям с эффектом чок-чок. Я знаю, что не все это любят некоторые, пользуются матирующими средствами, но мне безумно нравится. То есть он оставляет кожу вот такой вот сияющей. И это сияние не такое, как будто вы там жиром намазались со сковородки, или не знаю, 5 километров только что пробежали за автобусом, и такая, знаете, вся раскрасневшаяся и такая жирненькая. Нет, сияние очень приятное, и он супер быстро впитывается. Он тоже прям успокаивающий и увлажняющий. Что здесь в составе? Здесь гвай-азулен, цинтелла, чайное дерево, коламин, пантенол и керамиды. То есть состав здесь достаточно богатый. Этот крем подойдет и на утро, и на день, и на ночь. Всегда, когда вы там хотите использовать крем, вы можете его использовать, потому что он просто супер базовый. И макияж на него можно носить, и для ночи он вполне себе подойдет. Но, разумеется, если у вас очень сухая кожа, я думаю, что вам, может быть, не хватит увлажнения именно от этого крема, но тогда вам нужна какая-то еще увлажняющая сыворотка дополнительно к этому крему. Но, тем не менее, крем реально отличный. И что мне еще понравилось в этих средствах, то, что они реально снимают покраснение и раздражение. Я тут начала снова вот этим вот заниматься, хотя у меня сейчас кожа в хорошем, в принципе, состоянии. Но у меня иногда бывают, там, знаете, какие-то разовые высыпания такие. И когда я, например, надавлю себе что-нибудь, потом на ночь нанесу вот эти средства, на утро у меня нет никаких красных пятен. Это меня реально радует, потому что, в общем-то, вот это заявленное свойство, то, что эта линейка успокаивает кожу и снимает раздражение, это все здесь полностью выполняется. Еще у Niagen есть несколько средств, про которые тоже вам хотела рассказать, но которые не из вот этой вот линейки Sur Medic Plus. И это средства, первое из которых, это вот такая маска для очищения пор из канадской глины. Вы спросите, что за канадская глина? Типа, чем она лучше любой другой глины? А дело в том, что это какая-то ледниковая глина, которая добывается именно в Канаде. В составе здесь, собственно, ледниковая глина, также виноградная косточка. Я так понимаю, что вот эти вот абразивные частички, это и есть та самая виноградная косточка, но не пугайтесь, здесь настолько она мелкая и настолько она вот такая мягенькая, что она никак вам не повредит кожу. То есть, вы просто не сможете здесь сделать такой пилинг себе на лице, чтобы что-то там поцарапать или что-то повредить. И также здесь два запатентованных комплекса, которые предназначены для повышения упругости кожи. Я считаю, что это просто удивительно удобный формат, то есть вот этот стик, это просто замечательно. Обычно глиняные маски, они находятся в банках, и вы когда их пытаетесь нанести, вы пачкаете руки, вы там все вокруг переляпаете этими глиняными масками, а еще всегда бесит, когда, знаете, вот здесь вот на ногтях застаревает глина. И если вы очень аккуратно и внимательно вот так вот не помоете потом руки с ногтями, все вот так вот вытрите, то у вас потом это все засохнет на руках, и будете на следующий день себя на работе обнаружить, и что вы сидите просто с такими руками, как будто в земле где-то копались. Эта маска просто в удивительно удобном формате. Вы наносите, она наносит очень тонкий слой вот этой глины, и потом получается, что у вас двойной эффект. Во-первых, это эффект пилинга, потому что вы сразу можете немножко это все попилинговать. И второй момент это то, что, ну, по сути, это глиняная маска, которая очищает поры. Разумеется, это не ощущение, как там, от салонной какой-то чистки, потому что оно просто не механическое. Но, тем не менее, вот эти самые поверхностные черные точечки, она осветляет и очищает очень даже хорошо. Мне очень понравилось, и, кстати, ее нужно наносить всего на 3-5 минут, то есть это не серия глиняных масок, которые у вас должны полностью застыть на лице. Чуть-чуть на влажное лицо наносите, потом сделали пилинг, вот 3-5 минут потерпели, и можете смывать лицо приятное, чистенькое, упругое, и, кстати, не пересушенное. То есть, безусловно, потому что это глиняное средство, немного есть эффект подсушивания, но прям совсем-совсем чуть-чуть. И, кстати, еще производитель рекомендует закрывать обязательно вот этот стик специальной крышечкой, которая здесь была в комплекте, но, к сожалению, я ее потеряла, хотя я не переживаю, потому что маска настолько классная, что я думаю, что я ее очень быстро использую. И последнее средство тоже от бренда Neogen, это вот такие вот маски для лица, которые с каким-то просто сумасшедшим составом. Я вам должна зачитать этот состав, потому что запомнить его, по-моему, просто невозможно. Здесь, значит, что внутри? Белая икра, 2 вида коллагена, 11 видов пептидов, миоцинамин, жемчуг, 3 вида гиалуроновой кислоты, масло облепихи, мед и экстракт лимона, цинтелла, а гиалуроновую кислоту уже сказала. Ну, то есть, это супер богатый состав, какой-то невероятный. И для чего она нужна? Она делает кожу более упругой, она увлажняет, она напитывает кожу, кроме того, она еще выравнивает цвет лица. На самом деле, она довольно дорогая, но не то, чтобы сильно дорогая. Вот здесь вот в такой пачке 10 штук, и, в принципе, если считать там по штуке, потому что обычно маски корейские листовые, они стоят, ну, минимум 100 рублей, это вот прям минимум, максимум там до бесконечности может быть. То есть, если считать по одной штуке, то это получается вообще недорого. У меня здесь осталось 5 штук, я их берегу, я не хочу их все сразу использовать. И чем она хороша, что внутри она находится в эссенции, которая из себя представляет молочко. То есть, это тот тип масок, который, знаете, не подсушивает кожу. Они, ну, как бы все маски должны увлажнять кожу, да, кроме там, ну, допустим, каких-то очищающих. Но, тем не менее, многие маски в такой эссенции плавают, которая, знаете, ну, просто вот такая прозрачненькая, как бы не особо увлажняет, там что-то делает, немножко придает упругость, но нет вот этого чувства прям такого богатого состава, какой-то напитанности. Здесь просто какая-то роскошь. Вы как будто, знаете, какое-то молоко и мед на себя наносите. Ну, еще, кстати, да, там есть и мед, и икра еще есть в составе. Так что, вообще, замечательно просто. И когда вы на ночь, например, делаете свой уход, например, до увлажняющего крема вы можете нанести эту маску. В принципе, после этой маски вам никакой увлажняющий крем не нужен будет, потому что она настолько напитывающая, и ваша кожа будет просто как в раю. Она действительно замечательная. Советую вам их попробовать, если вы, в принципе, используете листовые маски, если вас это интересует. Но, разумеется, если не используете, то можно и попробовать. В общем, если вы заинтересовались какими-то из этих продуктов, то я оставлю все ссылки внизу под этим видео в инфобоксе. И еще я оставлю ссылку на прямой эфир в инстаграме StyleKaren, как они ходили в офис Neogen. И там, на самом деле, много полезной информации. Там очень подробно они рассказывают про все эти средства, и причем рассказывают и про плюсы, и про минусы. То есть, вообще, всем на заметку. Интересно будет посмотреть. Советую вам также познакомиться с сайтом StyleKaren, потому что я считаю, что у них вообще один из самых, одна из самых милых, самых добрых, самых приятных команд, вообще, с какими мне удавалось когда-либо сотрудничать, потому что они вот прям вообще, они такие молодцы. И сайт у них классный, и служба поддержки у них классная, которая очень заботливая. Если вы в последнее время, кстати, испытали какую-то задержку, когда заказывали что-то с этого сайта, то это потому, что у них склад переезжал, и они, кстати, об этом писали. Везде уведомления, что у нас склад переезжает, поэтому, извините, немножечко небольшая задержка. То есть, они прям очень-очень заботливы, у них отличный ассортимент и отличный сайт, и быстрая и хорошая доставка в Россию. И сейчас на StyleKaren просто нереально классные скидки, 50% на бренд Neogen. Так что, если вас что-то интересует от этого бренда, то скорее заглядывайте вниз в инфобокс, и там будут ссылки на все-все-все. Спасибо вам за просмотр этого видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы вообще относитесь к корейской косметике, но зная, что хорошо, иначе бы вы не зашли на это видео, правильно? В общем, я надеюсь, что что-то полезное, интересное вы для себя из этого видео подчеркнули. Такой новый гид по корейской косметике у нас вышел. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам сегодня замечательного дня. Ни в коем случае не хандрите. Знаете, что впереди у нас пусть и зима, но не стоит обращать внимание, знаете, на серое небо. Обращайте внимание на замечательные желтые листочки, и пусть у вас будет хорошее настроение, хороший день. Спасибо вам и до скорых встреч на моем канале. Всем пока!